Надежды, проблемы и сильные стороны орловского спорта лучше изучать изнутри. Алексей Берестов в прошлом спортсмен, ныне директор спортивного клуба ОГУ, знает их как никто другой. Большую часть своей жизни он посвятил волейболу. Все началось с того, что мы своей командой начали выезжать на соревнования сначала региональные, потом российского уровня. И там, как в принципе это случается в спорте, особенно в игровых видах спорта, меня заметили селекционеры, которые пригласили перебраться в Ярославль, где на тот момент была база юношеской сборной России, которая ввела непосредственно подготовку к всемирным юношеским играм и чемпионату Европы. По его словам, спорт необходим не только для самих игроков, но и для болельщиков. Поэтому в своей работе для популяризации ЗОЖ апеллирует к зрелищности. Ведь здоровый спорт – это когда и спортсмены в ударе, и трибуны полны. Однако считает, что внимание стоит уделять не только олимпийским дисциплинам. Я долго занимался корфболом, отдал этому 8 лет жизни. Это не олимпийский вид спорта, но там этим занимаются такие же дети, такие же люди. Однозначно поддержка должна быть у всех видов спорта. Другой вопрос, что есть какие-то требования и нормативы, скажем так, государственной власти. От них тоже никуда не деться, но каждый должен выбирать то, что ему нравится. Сотрудничество с различными федерациями спорта, организация мероприятий – один из основных видов деятельности директора студенческого спортклуба. С ним уже очень давние отношения хорошие, дружеские. То есть, то, что к нему когда обращаешься, он все время выслушивает, поможет, во-первых, посоветует. Волейбол курирует, баскетбол курирует, футбол курирует. Все виды спорта, которые у нас здесь сейчас на Орловичине есть, при университете, он все курирует. Все это возглавляет он. Если бы его не было, я не знаю, что было бы вообще в федеральном спорте. Сложные решения Алексею Берестову помогают принимать коллеги. Мне кажется, что он сейчас человек, который знает весь Орловский спорт изнутри и является флагманом менеджерского движения в Орловском спорте. С ним работать всегда было приятно. Он знает, что он делает и собирает вокруг себя хорошую команду людей, которые готовы во всем ему помогать. Перспективы у различных видов Орловского спорта есть и весьма нетуманные. Дело лишь в грамотной стратегии, которой нужно неотступно следовать. Алена Касаткина, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.